36-летний Хамдан уже давно возглавляет рейтинг самых завидных женихов. Он носит титулы шейха, его превосходительство и его высочество. При этом не восседает в залах дворца с тысячей слуг. Чаще его можно встретить на горнолыжных курортах и в далеких путешествиях с рюкзаком за плечами. Но обо всем подробнее. Хамдан, больше известный под псевдонимом Фаза, родился 14 ноября 1982 года. Хамдан второй сын шейха Мухаммеда имн Рашида Аль-Мактума и его первой женой Хин бин Мактум бин Юма Аль-Мактум. Мать Хамдана вышла замуж сразу после школы в 17 лет и вскоре подарила шейху наследника. Высшее образование женщина получать так и не стала, решив, что это далеко не главное. Она строго соблюдает местные традиции и культуру. Она не сопровождает мужа на публичных мероприятиях и в деловых поездках. Может поэтому в прессе до сих пор нет ни одной подтвержденной фотографии Ее Величества. Впрочем, идеальность семьей Хамдана тоже назвать нельзя. Его старший брат Рашид Ибн Мухаммед из-за чрезмерной любви к спорту подсел сначала на стереоиды, а после на наркотики, за что был отлучен отцом от престола. В качестве же домашних питомцев Хамдан завел себе пару белых тигров и двух львов-альбиносов. О личной жизни принца известно крайне мало. Сам же принц, отвечая на вопрос о своей жене ведьбе, говорил, что с детства помолвен с родственницей по материнской линии. Шейха бин Тани бин Саид аль Мактум. И это решение приняли за него, когда он еще и в школу не ходил. Однако, еще пару лет назад он тесно общался с другой своей родственницей, имя которой неизвестно. Отношения закончились в 2013 году, а вместе с ними был отмененный брак по договоренности. О причинах остается лишь догадываться, оглашены они не были. Однако, уже летом 2014 года принц встретил новую любовь. Хамдан влюбился в некую Калилу Саид. В отличие от прошлых невест Хамдана, девушка не была из знатного рода. Напротив, 23-летняя Калила – беженка из Палестины, выросшая в трубощах арабского мегаполюса. Молодые люди познакомились с работой на благотворительном проекте в одном из неблагополучных районов столицы. И кажется, принц был рад знакомству еще больше, чем Калила. Фасе пришлось три месяца добираться расположения девушки, прежде чем она согласилась пойти с ним на свидание. Поговаривать, что шех был недоволен выбором сына и даже грозился лишить его наследства. Но, увидев чувства молодых, все же сменил свой гнев на милость. Но расстраиваться не стоит. Во-первых, принц так и не женился. А во-вторых, в арабской стране шех может иметь столько жен, сколько душей будет угодно. Продолжение следует...